Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну ладно. Просто мне будет сложнее. Здрасте, здрасте. Продолжение следует... Потому что лекция предполагает, что один человек что-то точно знает и сообщает другим. То, о чем идет речь, никто не может знать и какие-то выводы, которые человек сам для себя сделал, как правило, минут за 15 до лекции, готовясь к ней, они очень субъективны и они ни о чем не говорят, кроме того, что... Ну, кроме его собственного опыта. И, ну, мало того, еще и тема же случайна. Потому что, когда изначально возникла мысль устроить собрание, мы стали советоваться с организаторами, какая тема, и чтобы она была не совсем абстрактной, подумали, как можно лучше использовать именно меня. И поскольку я и сам пишу, и сам снимаю, и что-то пишу... То есть я пишу и сценарии, которые потом сам же и снимаю, а иногда пишу прозу, из которых он делал сценарий, из которых я снимаю. То есть тема возникла сама собой, попытаться понять природу, насколько это возможно, хоть чуть-чуть тронуть природу работы с сюжетом, персонажем и вообще всем, что есть в книжках и в кино, в разных видах искусства. Ну, в данном случае в прозе и в кино. И для меня это полезно тем, что, как многие вещи в жизни, ты, естественно, никогда не формулировал. Была задача, ты что-то сидел, что-то думал, но выводить какие-то принципы, систематизировать, в этом не было никогда никакой необходимости, потому что, ну, просто, а зачем? Там, ты написал что-нибудь, думаешь, ага, надо снять. Что-то из этого делаешь, глядишь, получилось. В следующий раз это другое. И, ну, придумывать алгоритмы не было смысла ни для себя, ни для чего еще. Поэтому я поделюсь с вами тем, как видите, у меня есть два листочка, идеями, которые у меня возникли, которые очень красиво смотрятся на листочке и не помогут ни вам, и, самое главное, даже мне в следующий раз не помогут, когда я столкнусь с конкретной задачей. Они никому не помогут. И это должно нас сейчас наполнить радостью, что у нас, в принципе, никакой ответственности перед обсуждаемыми вопросами нет. Ну вот, удивительно, напряженное молчание, как, то есть вы внимаете, как будто точно думаете, что человек что-то знает. Вот, одна, кстати, из вещей, которую я хочу коснуться в результате разговора, это паузы. Паузы в прозе и паузы в кино. Это очень интересно. Что такое пауза в кино, еще можно представить. А что такое пауза в прозе? Вот что это? Видимо, пауза в прозе, это когда человек просто закрыл книжку и отложил до завтра. Потому что, как еще по-другому? Или на странице, на двух страницах написать, вот только copy-paste сделать. Подожди, подожди, сейчас будет, сейчас, подожди, сейчас. Сейчас пока ничего не происходит, но это подожди, и чтобы человек это читал. И, почему читал, каждую из этих двухсот раз повторенную фразу, чтобы он не пересклиснул, а что вот сколько раз нужно прочитать, ну подожди, сейчас что-то будет, столько и прочитал. Я с чем сталкивался? Я сталкивался с тем, что я, как и вы, читал книги и смотрел фильмы. И мы знаем такую вещь, что почему-то очень немного хороших экранизаций по прозе. И мы, конечно, особенно если это классика, мы из уважения все это, конечно, смотрим. И иногда это бывает хорошо, но в целом, что-то не очень. Справедливости, надо сказать, что и по сценариям фильмы часто тоже редко бывают хорошие. Вообще, в хороших фильмах мало. Но по прозе происходит какой-то момент, какой-то методологический затык, когда попытка трансформации прозы в кино, она натыкается на то, чтобы, все мы говорим, книга была лучше. И, опять же, вопрос практической целесообразности этого разговора. То есть, если бы мы были все режиссерами и думали о том, как работать с прозой, как те особенности работы с сюжетом и всеми атрибутами истории в прозе и в кино, чтобы сделать кино хорошо, то да. Но, я так понимаю, не у всех стоит такая задача. То есть, кто-то пишет, кто-то пишет прозу, кто-то пишет сценарии. Но мой опыт, мое преимущество заключается в том, что, в отличие от сценаристов, людей бесконечно прекрасных, которые написали, оно очень хорошо выглядит, логично, красиво, правильный шрифт там. Вот очень, ну, да, просто красиво в руках держать сценарий, думаешь, какая прекрасная вещь. И читаешь диалоги, отличные диалоги. И вот как-то там... Но потом, когда режиссер с этим начинает иметь дело, а самое страшное, что там зрители с этим имеют дело, то мы понимаем, что есть ряд проблем. А я, в силу того, что я для своих некоторых фильмов сам писал, я проходил путь, когда... То есть, мне приходилось за это отвечать. Мне приходилось отвечать за то, что красиво, логично написанная, являющаяся бесконечной гордостью сценариста вещь, может из этого кино не очень получиться. И я для себя всегда выделял... Тут невозможно долго говорить. Это все равно 3-4 позиции, которые каждый раз приходится обдумывать и что-то с ними делать. Тут ни одного рецепта нет. Но я, с вашего позвоня, не буду поглядывать сюда, потому что действительно никогда не систематизировал это. Ну, понятно. Основная проблема, основной конфликт, который еще не находится на практическом уровне, а находится на уровне так вообще, идя на волне предыдущей лекции, скажем так, архетипической, то оно понятно всем, что проза имеет дело с мозгом человека и образов столько, сколько чтецов, сколько людей. Потому что если написано, что такого-то числа, такого-то месяца молодой гасконец въехал в Париж, на нем была шляпа, перо, и он въехал, вот сколько людей, столько... Так мы по-своему себе и представляем, какая была лошадь, как он въехал, в зависимости еще от того, где мы сидим и читаем. У нас еще своя ассоциация. И самое главное, человека, персонажа, мы тоже представляем по-своему. Но дело даже не в том, что по-своему, а в том, что на каком-то очень правильном уровне конкретности и неконкретности. Вот мы же, когда читаем книжки, мы же... Там написано персонаж. Вот я недавно, специально готовясь к сегодняшнему дню, пересмотрел, перечитал всеми нами любимую повесть Чехова «Дуэль» и пересмотрел фильм, снятый в 1973 году, который называется «Плохой хороший человек». И готовясь к этому, я посмотрел просто на предмере одной классической вещи, в чем глобальная разница восприятия. То есть, когда ты читаешь... Ну, тут, конечно, должно повезти, ты должен прочитать книжку сначала, чем посмотрел фильм, иначе у тебя все эти образы актеров будут... Ты уже не сможешь книжку читать. У тебя перед глазами будет Высоцкий, Попанов и дали. И ты... Но лучше, конечно, до этого не доводить. И... Когда ты впервые читаешь книжку, то образ персонажа... Там вот есть два... Главные персонажи – Лаевский, фон Коррен. Один хороший, другой плохой. И образ какие-то люди, как правило, как любая книжка, любой персонаж, он воспринимается полуконкретно, полуабстрактно. Мы примерно так вот сквозь пелену представляем, что вот он скорее высокий, чем низкий, скорее там... плотный, чем худой. Причем очень часто это происходит просто так в нашей голове. Не потому, что там написано «В комнату вошел грузный мужчина». Он был грузный, потому что был грузный мужчина. Он тяжело дышал. «Эх, – сказал он, – и сел в кресло». «Сел в кресло». «А ну, что ли, – чаю». И не потому, что так описано. Как правило, даже когда это описано, очень часто читательское сознание пробрасывает это. Нам же всегда скучно описание читать. Мы смотрим... Ну, давайте уже, что там будет происходить. Поэтому, как правило, мы пробрасываем вот эти «в комнату вошел мужчина». «Его сапоги были как ни сапоги». И ты думаешь, ну, когда это закончится уже? Что он там сказал? И поэтому образы людей рисуются наполовину из ассоциации собственной жизни. Очень часто бывает на какого-то из знакомых нашего похожего. Просто себе как-то представляешь. А уж помещение, в котором это происходит, одному Богу известно. Ты читаешь, там написано. Они шли... Они вышли, там, через улицу, на набережную, выпили чашку кофе на летней веранде. И Лаевский сказал, «А знаешь что, Саша? Подолжи мне 100 рублей». И вот то, как мы все себе представили себе эту улицу и набережную, кто-то представил себе какую-нибудь Анапу какого-то года, где он был с родителями и так далее. Кто-то еще чего-то представил. Ну вот. А кино, в силу того, что оно, к сожалению, конкретно, оно обладает, с одной стороны, такой бронебойной убедительностью, потому что предоставляется готовый образ, что вот это Тартанян, это Боярский. А улица, это вот такая улица. Вот получите и все, и радуйтесь. То есть, в каком-то смысле, кино гораздо беднее. Потому что ничто, наверное, не может быть богаче, чем голова чтеца и так далее, и так далее. Но когда я пытался адаптировать то, что я написал к тому, чтобы снять, я обращал внимание на следующие вещи. И я долго сейчас говорить не буду, потому что их всего несколько. Но я в этом смысле, это не самый такой богатый опыт, потому что, у меня был другой опыт, я вам скажу, это гораздо интереснее, когда после написания сценария ты переписываешь его в прозу. Вот это интересно по-настоящему. И я объясню почему. Но, когда речь идет о... Когда человек занимается так называемым авторским кино, ему в каком-то смысле проще, потому что он пишет сценарий не исходя из литературных... Ну, то есть, исходя из литературной логики, когда вот вроде все правильно и гениально, а дальше вот ты режиссер, ты и снимай. А когда человек сам является сценаристом, режиссером, он уже пишет сценарий, в принципе, понимая, как это будет. Он не напишет излишне литературно, он будет участвовать, как люди в реальной жизни разговаривают, и так далее, и так далее. И поэтому вот такой разговор именно о прозе и кино, он такой достаточно отдельный, потому что чаще приходилось сразу писать для того, чтобы это и снимать. И там уже не было двух разных миров языка художественных образов прозы и художественных образов кино. Главная штука, которую я для себя определял, это то, что в прозе главной ценностью, наверное, является мысли. Мысли писателя и мысли героя, которые абсолютно не выражаемы в кино. И попытка сделать это напрямую или перевести эти мысли, вложить их в уста актерам через диалоги – это самый гибельный путь, на который я сам наталкивался и замечал. То есть первая моя мысль звучит так, которую я для себя сформулировал. И первая мысль – она же первая ловушка. В прозе, вообще, если честно говоря, когда я сейчас говорю, естественно, я говорю и о классической прозе, и о классическом литературно-ориентированном кино. Понятно, что современные виды кино, которые какие угодно бывают, там отдельные дела. Но мы сейчас говорим о классическом. Вот есть проза, вот есть сценарий такие. В прозе сюжет и события, как правило, являются таким скелетом, на котором сидят внутренние переживания героев, которые очень часто выражены тем, что визуально не происходит. это мысли автора, это мысли героев. Гораздо чаще, чем речь героев. Это описание атмосферы, которая работает только в словесном описании, от того, что ты ее же и визуализируешь. Толку будет мало. Но когда мы приходим в кино, мы говорим себе, ну хорошо, у нас же кино все равно делать нечего, надо что-то делать. Поэтому посмотрим, что у нас остается. И остается, как правило, фабула. Она же сюжет. И мы экранизируем фабулу. Но если эта фабула прозаическая, если это не совершенно другая изначально кинематографическая фабула, то оказывается, что кино почему-то получается плохое. И причина страшная такая, такая прям причина, причина в том, что в том, что те события, которые остаются как скелет от прозы, они совершенно не интересны, как фабула в кино. С этим каждый раз приходится делать что-то разное. И... Сейчас секундочку, я перескочу к следующим мыслям. И тогда мы переходим к следующей страшной задаче, потому что она действительно непонятно как ее решит. Попытка суммировать то невыражаемое в кино на экране те вещи, которые мысли автора, мысли людей, и так далее. Описание тончайших моментов атмосферы и прочего. Или атмосферы, или... того, что мы видим. И попытка... Как бы я делал? То есть... И попытка все это вместе сложить, назвать это словом неизвестное как некий икс. То есть все то, благодаря чему проза классная. За что нам нравится конкретное произведение. Именно конкретного автора, с его стилем и так далее, и так далее. И дальше взять вот этот абсолютно загадочный шар такой, этот икс. Все кроме фабулок. И попытаться, придя в киносценарий, выразить это через киносредство. Поэтому мысли героя, мысли автора о том, как в этот вечер было хорошо, а там, как герой вспоминал молодость, и как у него там было хорошо на душе, и так далее, может вылиться в эпизод, которого нет вообще, или в череду эпизодов, которых вообще нет в прозе, в самом романе. Может быть, сценарист вместе с режиссером, конечно, если они договорятся с автором, или его правообладателями, может быть, они напишут несколько эпизодов с диалогами, например, или которых не было в романе, ситуаций, которых не было в романе, микродействий, как кто-то куда-то зашел, чего-то посмотрел, которые в результате призваны выразить, собственно, языком кино те строчки, которые автор, те несколько строчек, которые автор написал. И поэтому с этого момента начинается очень правильный сценарно-режиссерский бандитизм по отношению к произведению. Потому что ты в этот момент входишь в зону, когда что такое поставить произведение корректно. При первом приближении корректно поставить это академично, формально все сделать, как написано. Сказать, вот вы знаете, есть такие дурацкие режиссеры-сценаристы, они вот придут, самовыразиться хотят, ерунду всякой-то наделают, а вот почему не взять, как у автора, ну вот почему, вот хорошо же написано, вот так, так, так и так. И, конечно, очень часто так и бывает, когда люди дураки и ерундой занимаются. Но очень часто это необходимо ровно для того, чтобы пробиться к автору и только к тому, что у него написано. И просто в какой-то момент надо себе сказать, что вот не получится создать, родить на новом этапе, как бы в другой вселенной это произведение, если формально следовать тому, как написано, и пытаться это проиллюстрировать. И этот процесс придумывания совершенно дополнительных эпизодов персонажей, микродеталей, которых вообще не было там, он безумно интересен, он опьяняет воображение. А мне это было просто делать, потому что я это делал из своего. И, во-первых, это очень хороший тренинг по, ну, я бы с ней сказал, не шизофрении, а по, ну, качественному раздвоению личности. Потому что, если ты, ну вот, если даже просто брать сценарист и режиссер, сценарист написал, режиссер снял, молодцы. Как правило, сценарист, еще же это практически так, на уровне анекдота отношения сценариста и режиссера, что сценарист всклокоченный с рукопищи бегает и говорит, вот так надо там, вот каждое слово. Режиссер говорит, нет, вот здесь море шумит, потому что визуальные образы. И каждый за свое. А когда это ты в одном лице, это очень интересный психологический опыт, потому что, если ты будешь продолжать оставаться, если ты не сумеешь достигнуть этого раздвоения личности, то ничего не получится. Пока ты сценарист, ты должен писать, да, учитывая, ты знаешь, как это будет сниматься, но ты на этом этапе. Потом, когда ты снимаешь, ты полностью превращаешься в другого человека, это вот как с собой в комнате разговаривать, здравствуй, а ты кто? Вот примерно так же. И ты начинаешь, хотя ты же вчера вроде бы это написал, ты начинаешь рубить какие-то вещи, сделанные там, понимаете, что ага, вот теперь, а потом на это людям смотреть, на это все. Другое дело, что с опытом и со временем вся эта борьба перемещается на этапе написания сценария. Так вот, у меня были несколько моментов, когда я все-таки из изначальной прозы делал. на длинных отрезках это сложно рассматриваться, на коротких – легко. И вот был фильм, который, наверное, многие знают. Фильм «Рассказы» веселый. И там изначально, там четыре новеллы, из которых две изначально были рассказами, а не написанными новеллами для кино. И я делал вот абсолютно то же самое, что я вам сказал. Но мне не надо было ни с кем договариваться. Я просто смотрю на текст, и я понимаю, что в кино это будет работать по-другому. Я это меняю, и я менял несколько составляющих. Я менял структуру композиции, о которой я сейчас скажу. Я менял диалоги. И я менял вообще сами эпизоды. Например, сразу были выкинуты многие литературные детали описательные, понимая, что мысли не выражаемы в кино, и я перешел только к событиям. Затем я... И это было очень интересно. И это такой прием, которым очень неплохо воспользоваться. Один из... Это я просто говорю как одно из конкретных решений, но на примере его понятна вся логика, о которой я говорю в целом. Например, для... Ну, я не знаю, я говорю абстрактно, но если кто-то... Можете поднять руки, кто видел фильм «Рассказы»? Там есть финальная новелла про роман одного мужчины и юной девушки. И в рассказе изначально не было... Не было друга этого мужчины, который работает на ответственной работе, такой начальник. Это был просто его мир, у него были его мысли. И начиналось... И это было такое... Описательно... Набоково... Набоковско-лолитовско... Ну, там сам сюжет построен таким образом, что он в первой своей части такой лолитообразный, и он провоцирует зрителя или читателя на то, что, наверное, в этом-то все и дело. Потом там все переворачивается. Но... Там мысли в голове главного героя для рассказа было вот так вот. Читать было отлично. Я неоднократно перечитывал, мне очень нравилось. И... Там была... Такая смесь... Набоковообразной прозы с такой песней-песней. Там, я не помню, наизусть, она начиналась, что там... Там... Ее волосы, как там... Как ветви каких-то деревьев. Там кожа ее, как там... Тоже что-то гладкое. Там, и вообще, и глаза ее... Та-та-та-та-та... И вот она... Там, это мысли, там... Потом главный герой там... Он сел, он задумался, он думал о ней, он не мог там... Ну, в общем, мысли с кучей нюансов, с кучей каких-то переживаний и так далее. Это было невыражаемо... Естественно, никаким образом. И хотелось сохранить. Поэтому я воспользовался прекрасным... Приемом, который называется «Новый герой-оппонент». «Новый герой-оппонент». Потому что, когда все мысли, которые невыражаемы, их, если правильно перевести в форму диалогов с кем-нибудь, то они могут прозвучать. Потому что самому с собой разговаривать человеку было бы странно, и может с кем-то надо разговаривать. Был придуман друг. С этим другом у него было несколько пересечений и просто несколько фраз, в которые я как-то вложил те мысли, которые были. То есть, первое, например, сразу придумывается новый персонаж, придумывается новые эпизоды для того, чтобы хоть как-то приблизиться к тому иксу, то есть к тому невыражаемому в кино, что нужно выразить. При этом акцент был сделан на то, что больше говорит друг, а не главный герой. Это был сделан еще по одной причине. Чтобы сделать некоторую деликатность и атмосферность кино, важно иметь возможность смотреть на героя не в зоне действия, а в зоне восприятия. Потому что этот эффект называется «Штирлиц думал». Интересно смотреть на думающего человека, интересно смотреть на воспринимающего человека. Поэтому все то содержание, которое я выводил из описания внутреннего мира героя, его мысли и наблюдений, и затем вложил в придуманные новые эпизоды через друга, оппонента, с которым можно поговорить, поспорить и так далее. И еще плюс акцент на то, что в активе этого действия находится друг, а в пассиве действия находится герой. Потому что ему друг чего-то говорит, ну вот что ты, ну вот что ты, она же молодая совсем. И в этот момент, в этот ли момент или рядом с этим моментом рефлексия героя во время восприятия, она дает те краски, ту деликатность, которые даются абзацами описания. Поэтому я для себя, ну как один из инструментов, вычислил, что если ты хочешь усилить мысль, то нужно тому герою, который тебе необходим, давать наступательную позицию, чтобы его мысль была в активе, а оппонент воспринимал. Если же у тебя более импрессионистическая заложенная атмосфера, то ты надо поместить главного героя в зону восприятия и так далее. То есть вот такие вот там, ну я сейчас долго не буду играть, но в общем делать глазами. И дальше вступает момент изменения текста. И здесь, ну по отношению к себе это легко делать, но по отношению, вот если бы там надо было какого-нибудь другого автора современного делать, то тут другое. Потому что, ну вступает следующая категория, органичность текста на бумаге и на экране. Можно, кстати, сказать и на сцене, если это драматургия для сцены, потому что в силу, опять же, того, с чего я начал, с того, что восприятие книжки, оно образно, оно от тебя так в полутумане отдалено, то ты вроде бы понимаешь, что люди это говорят, но когда ты это читаешь на бумаге, у тебя допуск того, как органично люди могут разговаривать, он один, у тебя одна шкала. Как только ты видишь живой эпизод, когда люди разговаривают, это совершенно другое. И одна из самых больших опасностей, это не менять текст прозаический. Потому что даже современный писатель, который там десять раз очень лайфово пишет и так далее, все равно текст на бумаге, это текст на бумаге, на бумаге это другие животные, они разговаривают по-другому. И вот если сейчас симпровизировать какой-нибудь текст, там, например, диалог или монолог, который в прозе мог выводить, ну какой. Лектор вошел в комнату и замер у стеклянной двери, еще шла предыдущая лекция. Представитель организаторов подошел к нему тихо, чтобы не нарушить звенящую тишину идущей лекции и прошептал, там пока арабов выступает, можем немного подождать. Хорошо, сказал лектор. Они сели, помолчали. Но это еще не пряморечие, я веду пряморечие. Ну и, допустим, начинается пряморечие. Я ехал сегодня на метро, разбитая тире. Лектор посмотрел на свои запыленные ботинки. И там была одна старушка, старая, пожилая. Я смотрел на нее и думал, вот ведь старушка. И хотел ей уступить место. Я посмотрел, смотрел на нее и думал, что мешает мне уступить место. Может быть, она недостаточно старая. Так я проехал 10 станций. Она мне наступила, выходя, она немножко наступила мне не со зла, она была просто подслеповатая на ботинок. И вот я здесь. Лектор продолжал смотреть на свои запыленные ботинки. Ну, допустим, какой-то тем. И вот когда мы читаем на бумаге, да нормально. Теперь живого человека посадить перед камерой, если он просто из уважения к автору прочитает этот текст, органика речи в кадре другая. Текст надо менять. Либо сокращать. Либо перефразировать. Либо подумать головой и вообще. Вот, грубо говоря, яркий пример. Эпизод, который дам здесь в диалоге между лектором и тем, кто его встречает, пока Рауф выступает, можно вообще не давать как рассказ. А можно показать один кадр, едет человек. Ну, вот, просто этот эпизод визуализировать. Сидит такой лектор, старушка. При этом там-то он свои мысли сказал, а здесь мы этих мыслей не озвучили, но просто этот эпизод. Просто это прикольно само по себе. Сидит такой человек и думает, эх, жизнь. И она там стоит, старушка. А потом он приходит и начинает, например, вести лекцию о добре. О том, что как надо любить друг друга и быть очень внимательными. Ведь жизнь очень коротка. И в кино это работает. То есть вообще выкинуть этот диалог. Но выкинуть это уже классическая работа с переначиванием сцен. А я говорю именно о том, что очень внимательно следить за речью и иметь, ну, это, я думаю, вопрос опыта и личного вкуса, следить за, ну, вот, тем, как в жизни бы люди разговаривали и о чем бы они разговаривали. Потому что очень часто нам в кино или в сериалах кажется, что то, что на обвальском языке формулируется, как актеры плохо играют, объем, сколько страниц книжка, позволит себе держать зрителя и вести завязку в процентном соотношении, наверное, больше. То есть ты можешь, если это роман, там, 20 страниц выводить новых героев. Еще чего-то, еще чего-то. В кино, ну, вот я, по крайней мере, так делал, что я представлял себе, что вот у меня есть час 40, ну, или часу 35. И до того, как, до того, как я еще что-то напишу, я, ну, то есть у меня было понимание истории. Вот, это история про то, что кто-то с кем-то встретился, что-то произошло, и потом, ну, то есть я еще не писал сценарий, но у меня было фабула, понимание, что за история, жанр чем закончится. И перед тем, как садиться писать конкретику, как в любой работе над любым материалом действует метод чередования от общего частного к общему, то есть ты сначала видишь все в общем, примерно понял целостное, о чем ты будешь делать, пошел в детали, потом важно приподняться на всем, чтобы посмотреть. И вот когда это на самом начальном этапе, ты просто вот понимаешь некое такое облако будущего произведения, в данном случае фильма, и понимаешь, чем оно начинается, как заканчивается, я для себя, для меня это представляло, многие режиссеры так не делают, но для меня это представляет спортивный интерес. То есть я пытался представить абсолютно точно по времени, сколько у меня будет минут, идти завязка, на какой минуте у меня будет накопление чего-то такого, фульминации и так далее. И я понимал, что какой бы у меня не был первоисточник, чужой сценарий, моя проза, мой сценарий, я понимал, что если у меня к 18-й минуте, 20-й, не закончится завязка и зритель не поймет, какое кино и про что он смотрит, то дальше уже все теряет смысл. А в первоисточнике композиция построена таким образом, что там понимание завязки и «а, вот про что все идет», оно, если относительно целого повести, например, смотреть, оно занимало гораздо больше места. То есть 20 минут от 1.40 – это сколько? 100 минут, да? Одна пятая. А там, например, это могло длиться третье. И в этот момент это еще одна логика, по которой я старался поменять драматургию хотя бы в начале. Даже если дальше я следовал каким-то тому, как все развивается в сценарии, здесь я понимал, что что бы там ни было, у меня за 20 минут все должно произойти. Поэтому иногда я... Иногда я менял только из-за этого. Я мог начать... Например, я выкидывал так называемую... Я забыл, я все время это слово. Перед завязкой которой... Экспозиция. Экспозиция, да. Например, выкидывал экспозицию. То есть если в прозе... Ох, класс, экспозиция. Там... Стояло у утра. Туман, туманился. Одинокий человек, одиноко шел. Ну, в общем, что-то такое. А я, ну, отлично. И если я понимаю, что это противоречит тому, чтобы у меня за 20 минут... Я сделал завязку в 20-й минуте, началось действие, чтобы зритель смотрел, то я какие-то события из того, что в прозе убирал куда-нибудь или убирал вообще, или растворял их. Ну, тем более, что в кино то, что описывается на трех страницах, можно показать одним кадром. Вот это помогает. Плюс максимально целебно и хорошо действует метод начинать с кульминации. Или, ну, с какой-то такой, может, не самой главной кульминации, но времени кульминации. Потому что проза тяготеет к тому, чтобы все-таки ввести людей к тому, что происходит. Вот стоял туман, шел дождь. И, в общем, так ввести человека во все эти дела, то если на это нет времени или если это противоречит тому, чтобы история захватывала людей, то если представить себе вот этот классический турбомик, завязка, кульминация, развязка, то безумно помогает в этом случае старт с кульминацией. Когда ты попадаешь сразу, ты находишь в своей литературной завязке какой-то момент, который обладает максимальной энергетической, ну, эпизод, эмоциональной силой, и стартуешь с него. А какие-то вещи потом, которые непонятны, их можно потом дообъяснить, а может, и не надо объяснить, потому что многие вещи и так понятны. И вот этот композиционный момент, о котором я сейчас только что сказал, он сильно помогает. Вот основные элементы, то, о чем я хотел сказать, я их коснулся. И у меня была мысль сделать такой простой интерактивчик, который безумчался в том, что мы бы сейчас очень короткий бы, у меня есть идея, сейчас бы написали бы рассказ, ну, там, который в минуту можно произносить, и потом бы обсудили, как его снимать и что, ну, если, я же сегодня лектор, исходя примерно из тех мыслей, о которых шла речь, и этих ценностей, что оттуда взять, а что не взять в фильм, если бы мы его снимали. И смотрите, есть два варианта. Я вам могу сейчас предложить этот веселый интерактивчик, а потом в процессе разговора вы зададите вопросы в целом, какие вам хочется дать. А можно по-другому? Вы сейчас меня спросите о чем-то в связи с тем, что я говорил, а потом веселый интерактивчик. Я предлагаю весь... Сначала спросить. Сначала спросить. Но вполне я узнал, что в результате этих вопросов интерактивчик уже не получится. Хорошо. Но я предлагаю исходить из того, что это же я... Все, что я сказал, это я коснулся точечно тех проблем, на которые надо обращать внимание в каждом конкретном случае. И общая моя мысль, если подводить итог, касается... заключается в том, что самое страшное, что может быть, это... экранизировать, реализовывать прозу в чистом виде, хайфой от той мысли, что ты хороший человек, и ты хорошо... Вот некоторые там все поменяют, а я вот слово в слово. Или вот у него написано, человек шел по улице. И у меня человек идет по улице. Я все-таки хороший человек, хороший человек. А толку от этого и получается какое-то кино поза-поза вчерашнего дня. То есть не проводится вот это вот перерождение одного вида искусства в другое. И сам факт того, что это нужно, я на него обращаю огромное внимание. А точечно, я чуть-чуть коснулся каких-то микроинструментов, на которые я сам натыкался, ну а так, понятно, об этом может быть только предметно, но и в целом, конечно, бесконечно, это не за две секунды. Но тогда, пожалуйста, вопрос. Можно вопрос? Вот сейчас, как мне кажется, вы рассказали все это правильно по поводу завязки, как это должен быть определенный момент, по поводу экшен, с которым нужно начинать кино. Но сейчас наиболее продвинутые режиссеры, например, они стараются делать отложенную завязку и все чаще приближаются к тому, собственно, повествовательному, повествовательному манере, от которой вы просили отказаться, потому что это сложно воспринимается. Тем не менее, если смотреть Тарковского, там эта повествовательность вообще по главе угла. И вот эта голливудская система начинает с экшена, обязательно держать внимание, обязательно по школе, чтобы было в определенном месте движение этого экшена. Не кажется ли вам, что это, в общем, такое уже, как вы сказали, позавчерашний, это вчерашний день, да? И, может быть, наоборот, соблюдая законы, да, действительно, нужно двигать это действие, чтобы оно происходило, чтобы соблюдались некие балансы, но повествовательность, художественная повествовательность, мне кажется, не всегда так плохо. И если режиссер может сохранить эту повествовательность, не нарушая, не переводя ее в тот язык банального кино, банального, я имею в виду, по школе сделанного, по-голливудской, может быть, это как раз круто, как вы думаете? И вы правы. С вами не поспоришь. Единственное, что я этого не говорил, сейчас я скажу, просто я сделал, мы же не говорим о разном вида киноязыка и о разном вида композиции в кино, последовательного, изложения истории, мозаичного или где все перемешано, завязки, развязки и так далее. Киноязык и композиции в кино, естественно, могут быть любыми, естественно, как и в литературе. Я, когда я все это говорил, я делал акцент на переводе языка прозы на язык кино и какие рифы можно обойти. И я просто коснулся одного из инструментов строения, как обратил внимание, то, что внутри полнометражного фильма завязка и кредит доверия зрителям, капральный аванс доверия или кредит доверия, по-разному говорят, он имеет свою особенность. И зритель может встать и уйти гораздо с большей вероятностью, чем человек закрыть книгу. Потому что, когда человек читает книгу, все-таки, ну, почитаем, а вот это вот, ну, посмотрим, особо нет. Нет, и все. И все, то, что я говорил, это относится к особенности, на что надо обращать внимание, на что мне надо обращать внимание, думая о разнице между прозой и кино, чтобы не получилось литература, ориентированное кино, но такое, в плохом смысле. А то, что вы говорите, это святая правда само по себе. То есть мы правы теперь в два раза больше. Можно, да? На самом деле, я ваш фанат и очень люблю ваши фильмы. И, ну да, правда, есть такой момент, видимо... Вот мы начали с кульминации, видите? Да, 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 видимо, видимо, да. Это была просто ожидаемая мною встреча. И я очень люблю и кино про Алексеева, я его видела на кинофестивале, и мне очень понравилось. И рассказы я тоже очень люблю. И в рассказах, я могу вам сказать, что у меня рассказы взорвали мозг на одной прекрасной детали, когда сначала у нее на столе стоит фотография в обнимку с альпинистом, а потом она ее просто обрезает и оставляет без него. Меня настолько выкупила эта деталь, вот честно просто. Не об этом я хотела спросить, я хотела спросить, насколько вы чувствуете себя связанным с жанровостью и, так сказать, тем, что от кино хотят продюсеры-люди и так далее. То есть у вас есть это оглядывание на то, что хотелось бы выдать на гора? Ну, то есть все мы понимаем, что да, это чисто искусство, прекрасное, авторское кино, изумительное, и очень хочется делать то, что никто ничего не делал, но есть некий запрос как бы рынка, на который все равно хочешь, не хочешь, ориентируешься и в литературе, и в кино, и там, я не знаю, в каких-то вещах. Насколько вы лично чувствуете себя стреноженным этим? Есть ли это ограничение или у вас его нет? Спасибо. Да, но ведь это вопрос не по теме. Не, не, не по теме. Я на него отвечу, но это же не творческая встреча, чтобы просто поболтать. Насколько поболтать, но не просто. А это про фразы «Лекция Араба», если честно. Ну, он про это говорил, собственно, это не только продолжение. Тема-то другая. Ну, хорошо, просто важно, мы обсуждаем узкопрофессиональную проблему, проблему формирования фабулы, сценария персонажа, прозе и в кино, и как чувствовать разницу, чтобы находиться именно в том жанре искусства, в котором ты находишься, и не испытывать иллюзии, что все и так будет хорошо. Но, все-таки, отвечая на ваш вопрос, я никакого давления не испытываю. Я, правда, и наличие больших бюджетов и предложений на свои фильмы не испытываю. Вот, то есть, это не давление испытывается, что просто продюсеру им особо ничего не надо. Поэтому их полное безразличие это такая прекрасная форма недавления. То есть, всем хорошо. И если у кого-то есть вопросы, касающиеся поднятой, интересной задачи, этого такого ребуса, но у вас очень много, как же быть? Давайте поделитесь, если кто победит, кто-то спросит. Вот смотрите, раз, два, три, нужен модератор. Вот четыре человека подняло, давайте им в последовательности дадим задать вопрос. У меня короткий и неприятный. Я, наверное, тоже, да, люблю и ждала встречи, ну, в смысле, люблю кино и ждала встречи, и было интересно, что вы скажете, но у меня вот такой вопрос. По поводу кино, я не знаю, насколько сейчас вы скажете, что это может тоже вопрос творческой встречи, ну, я посмотрела интервью, не нашла ответа. После кино про Алексеева я не понимала, что меня там вот, что меня там не устраивает, хотя понравилось. После интервью я поняла, интервью Ивашева и главную герою, что вы как бы пекли разные пироги, то есть он на одну тему, а вы на другую. Вот мне интересно, во-первых, насколько вы это поняли в процессе работы, когда еще снимали кино, или когда утверждали артисты на эту роль. И расстроило ли вас это просто потому, что на самом деле ну, как бы, ваша тема в итоге растворилась в той, которую он играл? Хорошо. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я скажу то же самое, что говорю вам. Это же вопрос не по теме. Давайте тогда определимся с тем, что нам всем интересно и будем этому следовать, потому что я как человек ленивый и безответственный, то есть как нормальный любой человек, мне, естественно, всегда легко и приятно приходить на творческую встречу или отвечать на вопросы в конце фильма, или просто говорить, задавайте вопросы, потому что у тебя есть в принципе багаж чего-то там, чего-то, и ты на любой вопрос в принципе можешь поболтать. Грубо говоря, к этому не надо готовиться. Но сегодня поскольку это анонсировалось как мастер-класс или разговор на узко профессионально тем, которое интересно авторам, я подготовился. и я сейчас некий первый шар в вашу сторону кинул, но сейчас я просто, давайте посоветуемся, если будут вопросы, касающиеся творчества в целом, все то, о чем я говорил, то есть получится, что я поблаговался, а вы нет. И давайте определимся, нет, если действительно примерно круг тем понятен, о чем я говорил, можно ее оставить и поговорить о цветочках и каких-то взглядах, о чем угодно. Но тогда просто мы понимаем, что мы сейчас выйдем из зоны профессионального обсуждения. Давайте веселый тарактив. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Я могу профессионально перефразировать. Расстроился ли сценарист Сигал и отпустил ли он эту тему, потому что, мне кажется, мое личное зрительское ощущение человека, который иногда что-то пишет, что той темы, которая вас волновала, которую вы заявляли и потом вы транслировали после кино, и ее в кино нет. То есть, в общем, артист с бруей переиграл сценариста Сигала. И это, в общем, мне кажется, вполне по поводу того, что было изложено на бумаге, что в итоге получилось в кино. Ну, это же не вопрос. Вы знаете, там, знаете, в чем был момент? Если кто-то смотрел фильм, и потом это в разных интервью об этом шло ведь, что есть сюжет и тема фильма, которые моей железной рукой выстраивались, есть актер, был с бруей, в который это играл, но у него был так называемый второй слой. То есть, его личное, из его личной жизни, из его мотивации, почему ему это хотелось собрать и что он в этом увидел, оно у него было очень лично, он решил это вложить. Того, чего написано не было и так далее. и для меня это не противоречиво ничему, потому что он шел строго по сценарию и, имея свой второй человеческий план и мотивацию, почему там что происходит и так далее, и так далее, он сыграл абсолютно то, что написано в сценарии и был наполнен, глубок и интересен. И по большому счету это такая внутренняя кухня актера и режиссера. Если результат, если актер выглядит на экране и является глубоким, наполненным и интересным, то о чем он в этот момент думает? О том, что для него придумал режиссер в качестве внутренней жизни или какой-то трагический случай из своей собственной личной жизни этого актера. Это такая кухня эмоциональная актерская работа и поэтому я не вижу здесь противоречий и тем более не вижу соревновательства. Тут же не может быть соревнований. Интерактив-интерактивно. Ну скажите, пожалуйста, хочет ли кто-то обсудить под поднятые сегодня вопросы? Да. А может быть, кто-то будет модерировать, может, мне неудобно перед людьми? Вопросы, какие можно? Ну, да, чтобы не я решал, кто-то отвечал, одновременно вы будете делать. Да, пожалуйста. когда вы приправляете свой собственный текст, когда вы приправляете свой собственный текст в текст-сценария, а сценарий уже тем, в кино, как вы убеждаетесь в том, что вам удалось свою же мысль сохранить и отразить адекватно в этом другом языке или вы полагаетесь только на собственную интуицию или, может быть, у вас есть какие-то помощники, которые отсматривают какие-то снятые сцены, например, и вы как бы тестируете на них, убеждаетесь в том, что сцена понята верно и ваша мысль сохранена. Я, наверное, это не очень хорошо, но я все делаю сам и меня ничем не не интересует. И в этом глубоко демократическом подходе, я думаю, залог успеха, потому что я иногда с кем-то советуюсь, но это все-таки очень редко. я думаю, все делаю в правильной шизофрении. То есть, если для режиссера важно, став режиссером, а уже не сценаристом, понять, как это можно выразить, может ли актер вообще сыграть то, что в тексте написано, ну и так далее, и так далее, насколько это органичная человеческая ситуация, то следующий шаг надо просто превратиться в зрителя и попытаться находиться не внутри создаваемого произведения, что вот, наверное, это будет так, а просто вот представить себя в кинозале и увидеть, как это происходит. Вот ты сидишь и там чего-то идет, постараться увидеть готовое. И если, это сложно, но если тебе удастся такой со своим сознанием, то, что ты придумал, постараться, вот я пришел в зал и смотрю, и если тебе удается качественно впасть в это состояние, если некачественно, то понятно, это имитация, а если удается, то моментально становится ясно, что вот эти фразы надо выкинуть, что вот здесь куча детализации, которую ты считал, что очень важна для описания атмосферы эпизода, что вообще не нужно, что это все не нужно украшать, что нужно, чтобы просто человек вошел в дверь и так далее, и так далее. Что ты хотел где-то добавить правильной атмосферки, много для этого сделал, а эта атмосфера создастся сама к 30-й минуте фильма, а сейчас нужно быстрее двигать сюжет, ну и так далее. Но вопрос в том, чтобы становиться зрителем. причем у тебя может отлично получится стать зрителем, ты это сделаешь и ошибешься. не работающий, не работающий, не работающий. Раз, два, три. на этом работа, да. На этом работа, да. Вы возите, знаете? Кто-то... У меня был вопрос по поводу вашего обещания в самом начале. Когда ты переводи на оборот? Да. А, по-другому. Да, хорошо. Я просто забыл, как это делал, но я это делал раза три. Первое, в основном это связано с жизненными невзгодами. Сценарий, например, который я написал лет десять назад, по-моему, я его написал, и он был настолько хороший, что, естественно, его никто не захотел снимать из продюсера, потому что он был нормальный, классный, серьезный кино, ну, то есть, естественно, который никому не нужно. И я страдал, я страдал, потому что мне было грустно, было грустно, потому что страдал, что вот он сценарий, ты мне написал, ты его куда, и нет денег на съемку. И потом я подумал, надо, чтобы не пропала история, взять и написать книжку. Конечно, это не то, так я не прославлюсь, как могу кино хорошее прославить, но как-нибудь прославлюсь. И я взял, это называлось, сценарий назывался «Молодость», задолго до того, как режиссер «Соррентина», снял этот фильм. Вот. И я написал «Поиск молодости», и ее издали в 2010 году. там было по-другому. Грубо говоря, было все то же самое, наоборот. То есть, изначально я видел фильм, и я написал сценарий, точно, чтобы оно происходило. Там вот, этот туда вошел, то есть, такие действия без лирики. И там я достигал эффект эмоциональной кульминации, того, что возникала атмосфера, тема за счет кинометодов. А потом, когда я, думаю, дай-ка на всю книжку, я вдруг понял, что этот безумно амбициозный, интересный момент, потому что есть огромная опасность написать так называемую киноповесть. То есть, знаете, вот как бы выходят в виде прозы какие-нибудь там, не знаю, сценарии Эльдара Элизанова, ну, вернее, не, по-моему, есть такие. Или там, вот, Курьершек назвал. Ну, есть понятие киноповесть, то есть, что изначально должно было быть кино, писалось как кино, хотя нет, по-ведь. Что? Калина Красная звучит на киноповесть. Ну, я не читал такую по-ведь, но, кстати, я вру, Курьер, по-моему, была там по-ведь, а потом из нее сделает тёж. Ну, знаете, бывает, когда режиссер говорит, я же маститый, надо мне издать книгу своих сценариев. Но, насколько я очень маститый, пусть это будет не сценарий, а такая, как бы, в виде прозы. Ну, чтобы читать было интересно, а не просто там Вася пришёл, Вася сказал, а там стояло утро и так далее. и там что происходит? Там происходит просто запись прозаическим языком тех событий, которые происходят на экране. То есть, если там на экране начинается кино с того, что, не знаю, Бузыкин бежит трусцой вокруг дома, приходит следующий эпизод, жена там, я не помню, как в фильме, на самом деле, я примерно говорю, там, жена там, дает ему яичницу, он ест, следующий он ведёт на работу. И это набор событий, фабульных, которые есть в фильме. И берётся, и это всё просто переводится в описательный язык. Там, например, ранним утром сентябрьским Бузыкин в своих вечных, в своих потрёпанных трениках бежал от заброшенного пустыря к незаброшенному стадиону. Он тяжело дышал, ведь он был уже не молод. Каждое движение давалось ему с трудом. Ещё круг подумал Бузыкин. Но он был на середине следующего круга, сдался и, ненавидя себя и тяжело дыша, поплёлся к подъезду. Дома жена пододвинула ему тарелку с яичницей. Ну и так далее. То есть просто языком прозы записывать всё то, что произошло. И я понял, что если я пойду таким путём, то это будет очень на троличку. И я стал так же, как я в покино говорил, что надо придумывать вообще другие эпизоды, вводить другие персонажи. Я примерно то же самое стал делать, но наоборот. Я стал вводить огромное количество описаний. То есть, если в кино просто кто-то куда-то пришёл, то я возвращал, возвращаясь в прозу, я вводил такую категорию, как мысль героя. Потому что мы в кино не знаем, о чём думает человек. У нас нету этого выразительного средства вообще. Потому что, ну то есть, потому что, когда мысли героя позиционируются через диалог с кем-то или, самое страшное, через закадровый, это, то есть всё это считается самым низшим уровнем кинодраматургии. Это должно быть каким-то другим образом. и я стал вводить мысли героя, я стал вводить описания тех пространств, которых не было в фильме, там, тех деталей, на которые в кино бессмысленно обращать внимание, но которые являются психологической деталью в прозе. Там, если я сижу здесь, и у меня стоит чашка с кофе, ну не с кофе, там, допитая чашка, выпитая чашка кофе, где ещё осталось немножко кофе, от того, что я, она стоит, потому что я её крупно покажу, там, показал, смотрите, чашка кофе, он бы не показать, показал, я внимательный режиссёр, толку не будет, потому что кому нужна эта чашка кофе, в кино, но если, её поэтому и не будет на столе в кадре, не будет в качестве общего изобронения какого-то, а сформулировать художественный образ из какой-то детали, которой визуально нет, которой не было бы в фильме, но там, он смотрел на чашку кофе, и немного кофе осталось на кромке, он о чём-то говорил, целиком ушёл в эту кромку кофе, чашка начала беззвучно, и странно звенеть в его мозгу, он потянулся к ней, и вся его жизнь, как эта чашка кофе, была выполнена, выпитой, выполнена, не выпито, и немного треснуто, он повернул её другой стороной, надеюсь, и там увидеть ответ на важные для себя вопросы, но там была просто белая чашка, там вопросы холодные, ну то есть, ну и так далее, и так далее, ну то есть, это вопрос, не работает, ну понятно, да, вот это кульминаторная реальность, как? Да, работает, ну то есть, я сейчас просто не помню, где, здесь вот назад был, но, это там практический процесс, да, а другой раз было, когда, вот, кстати, в фильме рассказы, там два рассказа было, изначально рассказом, и я на этапе производства фильма придумывал, как это сделать для кино, а другой рассказ, он был написан только, ну вот, как бы мы другие прикинули, чтобы снять, но потом, когда я издавал книжку, а мне не хватало ничего нового, я подумал, ну, надо новый рассказ, пусть будет этот, и я взял эту вещь, и еще раз сделал, сделал рассказ из нее, и, и, например, в этот момент, это была не детализация, чего, если кто-то смотрел, вот, фильм рассказа, там есть первая новелла про организацию свадьбы, если помните, и она там просто, вот она там, просто в повествовательном режиме, ну, то есть, вот есть люди, и с ними это произошло, тут, если вы помните эту новеллу, она называется «Мир крепежа», там особая атмосфера какого-то наивного человеческого состояния людей в современном провинциальном городе, которые планируют свою жизнь, организовывают будущую свадьбу, и через эту организацию мы видим портрет, ну, чуть современного человека, новой формации, но когда это было в кино, они были все одинаково объективно для меня героями, я показываю ситуацию все, здесь я придумал, что я взял жениха, который собирается вступить в брак, и написал рассказ от его лица, и сделал его таким наивным, Иванушке табачком, и сделал ему очень-таки глупые мысли в прозе, то есть там, я не помню, но там, например, что-то типа того, что там, мы пришли в кафе, оно было красивое, а там, Маша сказала, что я не модно одет, но мне кажется, я модный, мы сели. В общем, какой-то такой наивный, определенного уровня социального света человека, я подумал, что чтобы жанрово реализовать это как литературу, надо занять какую-то позицию, нужна мысль героя, но я взял мысль одного из них, и этот рассказ стал субъективным монологом вместо объективного изложения в кино. Я попытался добиться той же самой сатирической атмосферы за счет того, что смотреть из головы как, ну, такого Иванушка дурачка. И это было, например, как одно из методологических решений, не найдя которые, я бы просто зафиксировал события. Ну, то есть, грубо говоря, это надо чувствовать, это увлекательный процесс, как каждый раз чего-то найти, чтобы это работало. Ну, вот я ответил на вопрос. Он был по теме, кстати. запись, да? Хорошо. Ну, давайте. Я думаю, что это полезно, в принципе, когда-нибудь хотя бы писателям, словескопом, сценаристы, соседней жанре, да, либо сценаристу понимать, как работает режиссер, это для понимания вообще всего. Вы можете сказать, какие-нибудь, советовать, как сценарист писателю, и как режиссер сценариста? Еще раз, как сценарист. Чем, чем на ваш спиат, то есть, можете ли вы сказать, что писатель расслабся, пиши, твои описания нужны, так и наоборот, или наоборот, вот, сценаристы пишут более визуально, более образно, это хорошо, это сейчас лучше. Я понял, да. Ну, да, но кроме того, что думать головой каждый раз, другого ответа нет. Но, когда я говорю со своей, я же немножко со своей позиции говорю, у меня финальный продукт, чаще это кино, чем не кино, и все, о чем я говорил, это по большому счету проблема киношников, как им сделать так, чтобы хорошо получилось. А у писателей-то нет проблем, они пишут, проза это, проза это, проза это самостоятельное произведение, законченное, если ты его написал, и ты его читаешь, и есть классный эффект, то оно же не пишется, из учета того, что его потом надо экранизировать. Оно какое есть, то и замечательно, и я сейчас скорее говорил больше о промежуточной профессии, о сценаристах, которым надо находить вот эту грань, чтобы выражать то, что, закладывать сценарий, то, что было в произведении, в прозе, но делать это таким образом, чтобы потом режиссеру, а затем, если так случайно получится, то и зрителям, удалось все то, о чем я говорил час. то есть, в каком-то смысле, я не вижу здесь вопроса, то есть, прозаики пишут, их произведение можно считать точкой отсчета, и они не обязаны что-то делать для кино, или чего-то, а как дальше с этим грамотнее поступить. Я, единственное, знаете, все мы время говорим про разные, про описание или про действенную структуру. Есть же, нет, но сценаристу хорошо быть немножко режиссером, чтобы он понимал, что все то, что он пишет, оно красиво должно выглядеть не только на бумаге. И вот все, о чем я говорил дуэту, это я говорил скорее с точки зрения режиссера, потому что ему потом все это разгребать и смотреть, что органично, что работает, что не работает по сюжету, что органично, неорганично по диалогам. Если у сценариста есть талант чувствовать, как бы в жизни произошло и что на самом деле, то да. Но, кстати говоря, если говорить о прозе, есть такое, это вот тоже очень тонкий момент, когда мы говорим, есть такой термин, ну или говорят, вы знаете, вот он очень кинематографично пишет, ну очень кинематографично. Вы знаете, он такое описание, такой писатель, вот другие там что-то напишут и все, а у этого там он там стоял и там его отколовшие, слегка отколовшаяся верхняя пуговица смотрела на восток и отражала закат. Вы представите, насколько кинематографичный человек мыслит. он опирался на поросшую мхом там перила и там и так далее. А пишет вообще все, пишет и говорит, как визуально мыслит человек, вот просто хоть кино снимай. И но и это считается иногда плюсом. На мой взгляд, очень часто это является минусом, это такой псевдо кинематографизм, это просто набухать деталей и думать, что ты очень визуально мыслишь. По той причине именно, что то, с чего я начал, что кино детализация и атмосфера рождается в голове зрителя и умножается в тысячу раз относительно то, маленького сказанного, немногого сказанного, что сказал писатель. А и поэтому кинематографичность формальная, когда тысячу деталей описать, кто в какой закат, в какой пуговице отражался, это как раз самый дурацкий уровень. Потому что если а другой писатель, например, просто напишет после того, как они там пройдя через арку, они сразу оказались на старой площади и простились. Он еще посидел немного в кафе, выпил кофе, а после, когда ложился спать, уже не думал о встрече. И столько красок пронесется в голове у людей, и настолько надо больше доверять. То есть, если эти точные маленькие слова лаконичные найдены, то так называемая кинематографичность в красках, в деталях, в ассоциациях собственной жизни, которая у каждого человека есть, и свой жизненный опыт, личный и эстетический, это настолько сильнее, чем тебе дадут кучу описательной конкретики, потому что это, как мне кажется, это зона того, что видишь на бумаге, это не зона визуального описательства, ну, за редким исключением, когда там надо описать какой-то костюм анно-австрийской, какие у нее были подвески, а вот в целом, вот когда про писатели говорить, вот мне кажется, если в обратную сторону делать, я говорил о долгих киношниках перед прозой, а если говорить о детской болезни кинематографичности у прозаиков, мне кажется, вот, ну, на мой вкус, мне вот ближе такое, но это я так ушел немножко в другое, а вот вы хотели спросить, а во все время они не дают. Что-что? Еще раз. Сценаристы своего рода переводчик, если говорить об экранизации, в связи с этим такой вопрос, что считать идеальным переводом, то, под чем бы подписался сам автор, например, посмотрев фильм, сказал, да, это я, или все-таки вы допускаете, что сценарист может каким-то образом свою подащить, например, интересный ему. И еще вопрос в связи с этим, нет ли, ну, то есть я не беру сейчас, как у вас, идеальный случай, когда сценарист и режиссер и автор и человек, все-таки я беру мой вариант, когда есть автор, есть необходимость это экранизировать. Всегда ли удается, на ваш взгляд, в такой экранизации угадать идею автора, обязан ли режиссер, который берет за экранизацию, сто процентов понять, вот, например, там, если брать рассказ Набокова, там, сказку, да, то многие, например, расскажут ее просто как некая забавная история, и никто не поймет, что это, в общем-то, про... Ну, то есть я сейчас не буду объяснять совершенно по-другому, да, и будет рассказывать что-то свое, как в общем любых театральных постановках, да, очень часто бывает, что имеется в виду совершенно другое, ну, не придерешься, по форме все прекрасно, в этом смысле, что для вас идеальная экранизация? Ну, не философским вопрос не назовешь. Конечно, есть психологически комфортная ситуация, а есть серьезные творческие вопросы. Конечно, психологически хорошо, если автору понравилось, и такое бывает нечасто, это понятно в силу естественной ревности автора к своему произведению, потому что он по-другому все это видел, с авторами, но с этой ситуацией проще в том, что в силу того, что история литературы большая, а живем мы сейчас, то живых авторов в принципе немного, и поэтому это несколько упрощает, то есть не обязательно то, чтобы автору нравилось. да, но ну, конечно, понятие творчества существует, и, конечно, когда человек, режиссер снимает и вкладывает в это свои мысли, но есть понятие тема, что ты снимаешь, например, войну, ну ладно, война и мир длинная. Какие еще бывают книги? Например, что-то? Вот, поэтому, ну, скажем так, я пытаюсь вспомнить, найти вот этот, идеальный произведение, о котором можно говорить, чтобы с одной стороны его все знали, а звезды, чтобы я его читал. Муму. Вот, Муму. Ну, смотрели фильм, да? есть изложение событий, есть изложение событий. Один человек, есть формальное соответствие произведения, а есть мысли, которые вкладываются. Если человек снимает про Муму и исходит из того, что он правда все-таки экранизирует Муму, то у него там будет Герасим, у него там будет собачка, и он выдержит хотя бы формальную часть. И вопросом будет то, какую тему он поднял. Для кого-то это будет социальная тема, что рабское положение человека, когда даже любовь, которую он испытывает, все равно подвластна социальным штукам, и он должен, и снова должен он любовь свою распять. Да, такой Герасим из Подмосковья. Вот, и мы говорим, что как вот ужасен этот крепостничный строй, и вечно это российское, кровавое, вот это все, потому что вот человек, вот в нем чувство любви самое чистое, какое только может быть к собаке. И он, оно вот просто, вот я люблю это создание, все, и капля по капле ему дают понять. Убей, убей. И он говорит, что это социальная тема. У кого-то это будет, кто-то снимет, кто-то скажет, нет, моя тема, эротические штуки. Это про то, как барыня хочет Герасима, и на этой почве все портят. Она преревновала, она понимает, что Герасим увлечен Муму, и всю свою любовь и тепло своего сердца дает Муму. А она думает о Герасиме, она думает о Герасиме. И она понимает, что она старая барыня, что она сексуально непривлекательна. Она ничего, она не конкурирует с Муму. И она понимает, что она не может даже приказать силой Герасиму полюбить ее. Ну да, и поэтому она просто убивает предмет Герасима. И то, и то можно считать экранизацией Муму честной, в зависимости от того, какую тему ты для себя видишь. Когда речь идет о классических произведениях, вот об этом недавно в своей статье говорил Иван Веропаев о том, что режиссура убила драматургию, о том, что все настолько выпендриваются с трактовками, что невозможно воспринять произведение. То есть, если мир был только постмодернистским и состоял из тех людей, которые, ну, для которых сюжет уже не предстоит никакого интереса, все все читали, и всем интересно, как выпендриться в трактовке. И тогда сделать, что там, не знаю, Муму это кошка, а Герасим это инопланетянин и так далее, и так далее. Ну, а барыня это воскресший император Александр I, который не только скрывался в Сибири, но и поменял пол. А может, не поменял, но загримировался. Но такой же кровавый человек, как и раньше. вот он декабристов не добил, а вот эти на собаке решил оторваться. И с точки, тогда вопрос, тогда вопрос, для кого это делается, вопрос культурной среды, в которой это происходит. Если это делается для веселой группы постмодернистов, то тогда, наверное, это им весело. Если это делается, ну, как самый яркий пример, что ребенок должен прийти в театр, который не знает произведений, и он, а вот что такое Ромео и Джульетта, а вот что такое Гамлетт, оно может иметь некий диапазон трактовки эстетически, тематически, там, Ромео и Джульетта можно акцент тематически на разном строе, но все равно ты посмотришь Ромео и Джульетта, то есть, видимо, грань там, где ты уже смотришь непроизведение, то есть, уход в постмодернизм, но, с другой стороны, он логичен там, где произведение уже глобально вышло в тираж, и уже неинтересно, когда его все знают, а когда речь идет о новом, ну, о какой-то прозе, которая просто есть и которую хорошо бы поставить, ну, там, конечно, ну, это грань, как бы каждый каждый определяет сам, но это риторический вопрос. Еще вопрос. Есть ли у вас еще вопросы? Но я не зря говорил о том, что его может уже не возникнуть, потому что он был интересен по следам этим. если у вас нет вопросов, можно попробовать. Тогда давайте так, сейчас напишем рассказ, короткий, а потом обсудим, что из этого, исходя из, ну, например, исходя из тех идей, которые я продекларировал вначале, что из этого было бы интересно для фильма, а что нет. Хорошо? И, ну, вот, например, возьмем нашу ситуацию. Я уже вот начал про лектора, который пришел и с запыленными ботинками. Давайте про лекцию на тему, на тему, ну, на нашу тему, ну, или на абстрактную. Вот то, что мы находимся, может, нам это сейчас будет легче визуально представлять. Начнем с того же, давайте так, я, ну, чтобы проще было, наговорю текст, чем-то начинается, чем-то заканчивается. А потом мы обсудим, что из этого, из этих деталей можно взять. Жанр у нас, ну, не жанр, а форма. раз это короткий рассказ на одну минуту, то жанр это короткометражный фильм, я имею в виду, применительно к кино. То есть, мы сразу попадаем в структуру анекдоты. Ну, потому что в рамках короткометражного фильма работает там, например, всегда какой-то интересный посыл и неожиданная развязка. Если на протяжении художественного длинного фильма это просто может быть такая тема, то здесь что-то эффектное должно быть. Ну, вот смотрите, например, про этого же лектора. Только тему лекции давайте какую-нибудь другую сделаем, более человеческую. вот в прозе было бы так. Давайте это будет по жанру любовный детектив. Если что-то будете подсказывать, тоже хорошо, потому что я же так... Так, он, значит, ехал в метро у нас, да? Но начнем с более... А, и у нас есть деталь, которую мы описываем, и которая типа работает. Ботинок, да? Но этот ботинок, допустим, он... А, и тема любовь к ближнему про старушку, да? У нас есть деталь прозаическая, о которой мы размышляем. У нас есть тема, что человек на волне размышления о любви к ближнему пришел на какую-то лекцию. Ну, например, начнем с того же. Можно до метро, например. Как герои... Пусть как-то герои зовут. Максим. Прекрасное имя. Вот, то есть он одновременно ресторан, пулемет и журнал. Конечно, и шкал. Максим, МСС. Максим, здравствуйте. Будем, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. не усложняйте. Не усложняйте. А я зато знаю, как в пулемете, Максим, я могу нарисовать схему подачи ленты и объяснить физически принцип охлаждения ствола во время стрельбы длинными очередями в летний и зимний период. Вот. Например, например, известно ли вам, что изначально помните фильмы про революцию, про гражданскую войну, там этот пулемет, из которого все Чапаевы строчат, у него такой длинный, такой толстый ствол, такой вот цилиндрический. А ствол-то на самом деле тонкий. Да. А это так называемый кожух для охлаждения ствола во время стрельбы, потому что ствол разогревается и только гораздо позже были придуманы воздушные системы охлаждения ствола, чтобы он не взорвался от такого нагревания. А в момент того, тогда, когда пулеметы только появлялись, туда просто ствол был внутри вот этой полой трубы и туда заливали воду и она там практически закипала. И вначале так и было. И советские русские оружейники специально применительно к нашим условиям разработали такую штуку, чтобы она работала не только на воде, но и на снеге. таким образом я немного компенсировался за Максимс. Реабилитировался. Ну и вообще я знаю много увлекательных историй. Так вот, значит, этот человек до того, к вам попал в метро, давайте вот такая проза, например. он и этот у него туфли, да, там, например. он нагнулся, чтобы завязать шнурок, в глазах потемнело, и закрыв глаза, чувствуя слабость, чтобы не упасть прямо на улице в обморок, он взял себя в руки и на ощупь стал завязывать шнурок. И он загадал себе, что когда откроют глаза, мир изменится, изменится к лучшему. Он подумал о том, да я даже еще не сказал, что он Максим, мы пафосно начинаем, он там, кто герой, непонятно. Он подумал о том, он так сильно захотел этого, он подумал о том, что будет банально и в каком-то смысле даже пошлое, если он откроет глаза, мир не изменится. Он открыл глаза, на первый взгляд все было точно так же, как и до этого. И на второй то же самое, ничего не поменялось, он выдохнул, смирился с реальностью и вошел в метро. Он думал, что что? У него пропал кошелек. У нас любовный... Так, он ехал в метро и думал о том, что... У вас еще нету никакой она... Нет, я уже придумал другое... Смотрите, потом он ехал в метро, он смотрел на старушку, которая стояла перед ним и думал... Я не понимаю, о каком кошельке вы говорите. У нас сейчас... Смотрите, я веду тему... Обратите внимание, я сейчас не просто болтаю. У нас есть тема и детали, через которые она реализуется. И мысли героя, то есть три вещи, которые есть только в прозе. Хватит болтать. Ну дальше вот этот эпизод. Он смотрел на старушку и думал... Это старая женщина. Наверное, она многое испытала, она несчастна. И как важно... Наверное, в ее жизни было мало любви и... ласки. И... Прошло 10 остановок, он вышел и направился рядом с метро Тургеневская читать лекцию. Тема лекции была любовь к ближнему. Приняв красивую позу, он сидел в кресле и долго говорил... Ну и дальше там можно... Я просто, чтобы я не... Там прямая речь какая-нибудь. Там, дорогие друзья, ведь что такое любовь к ближнему? И т.д. Ну в общем-то, на абзац, на два. И отличается ли любовь к ближнему от просто любви? Говоря это, он все время боковым зрением поглядывал на симпатичную девушку во втором ряду. И он чувствовал, что она так внимательно слушает и восхищается, что полюбил ее. И он как будто говорил для нее. И он ее глазами и ее ушами воспринимал себя, слушал то, что он говорит. Он воодушевился и когда... И боялся посмотреть на нее, боялся проверить, так ли это. Ближе к концу своей речи он посмотрел на нее. Ну, на вас. Он посмотрел на нее. А девушка, не отрываясь, смотрела на него. Господи, подумал он. Где-то я ее видел. Мог ли я ее где-то видеть? Оставалось еще немного. Он заканчивал лекцию. Нужно любить ближних. Нужно помнить каждого человека в своей жизни. Ведь вот проходит мимо тебя человек, что ты ему сделал? Плохое, хорошее. Об этом надо думать. Любовь, да, любовь, говорил он. А сам смотрел на девушку и думал, где он ее видел? Наверное, она влюбилась в меня, подумал он. Он закончил свою речь и сказал, а теперь вопросы. Девушка встала и выстрелила. Достала браунинг и выстрелила. Он упал, его глаза закрылись и он загадал, что когда он их откроет, в следующий раз, в следующей жизни что-то изменится. Ну, вот такой рассказ. Вот, например, у нас есть инструментарий. Событийный ряд, литературные детали, о которых, в принципе, интересно подумать, пока они на бумаге. старушки, мысли, шнурки, мысли, которые только в голове, которые мы не знаем, о чем он думает, если бы это не было написано. Затем кульминация какая-то и финальное событие, и выстрелы. Ну, там, может быть, еще в конце он умирает, думал, где я ее видел? Вопрос. Вот, кто гениальный режиссер? Давайте разберем эту ситуацию. Что из этой прозы, как это перевести хотя бы, если не в кино, то в киносценарий, что из этого должно умереть и уйти навсегда, а чего есть шанс быть выраженным? А что нужно выразить, может быть, вообще придумав что-то дополнительное, того, чего нет в этом коротком рассказе? Прошу вас. как можно было бы показать тот момент, когда он думает о том, где он ее видел? Ну, это уже... Ну, я понимаю просто, что первое. Можно, да? Возможно, следовало бы сделать несколько кадров, где в разных ситуациях бытовых, вот он идет, и он идет на встречу, на встречу девушка с ее лицом. И он думает, она это или нет? Каким-то образом. Потом еще другая, конечно. Давайте не будем этого делать, потому что это есть в каждом фильме каждого студента всех киношкол мира. Ну, то есть, вот если взять 10 тысяч фильмов, в каждом из этих фильмов будет то, что вы сказали. Ну, хорошо, не в этом дело. А давайте пойдем... Да, пожалуйста. Я, пожалуйста, можно дополнить то, что вы не сказали. Для того, чтобы проиллюстрировать тему вот с этой добротой, с любовью и так далее, он может прийти и рассказать о аудитории притчу о добром самолитянин. Понимаете? Которые... За минуту не успеет. Но дело не в минуте сейчас. Да, да. Которые являются, собственно говоря, иллюстрацией того, что ты должен мести добро, но как репли нам показать эту бороду, в которой ты не поступил место и ничего не сделал? Ну, а давайте начнем просто сначала. Вот у нас... Для рассказа, в принципе, было неплохо, что человек завязал шнурок, потом вошел туда-то... Что-то из этого... На что-то из этого будет интересно смотреть? Давайте поймем, на что из этого будет интересно смотреть, а что вообще как деталь в мире кино не сработает. Вот человек завязывает себе шнурок, ну, мы это можем увидеть, можем как-то субъективно увидеть, как он закрыл глаза и потемнело. Ну, наверное, можем. Будет ли это интересно хоть как-то куда-то чего-то двигать действие? Он едет, видит старушку. Сюжет здоровья, мне кажется, можно показать, как они в метро, молчаевая сцена. Да. То есть, вот совершенно правильно. Я бы абсолютно сразу выкинул первый шнурок, который, будучи показанным, не имеет никакого смысла и никакой ценности. Но, если мы... тогда вычленим те мысли, которые мы хотим поместить в кинопроизведение и, может быть, придумаем не то, что было... Как мы живем там, ненависть, ненависть, в бытовых проблемах? Открой свое сердце добру, открой свое сердце любви. Ведь вот, казалось бы, маленькая ручка, предмет, я могу его... Ничего, а могу любить даже ручку. То есть, она близка мне. Вот я уйду сейчас, а она останется, и я буду тосковать. И вот эта, понимаете, вот любовь ко всему, она очень важна. И вот он это говорит, и все сидят на него, смотрят, думают, ну, класс. Святой. Святой, да. И, ну, плюс можно даже не уходить в пафос проповедника, чтобы не доходить до анекдотического эффекта, а держаться в рамках хорошего реализма, не уходить в анекдот. И это все показывается со стороны. И никакого, ни на секунду нету, никакого ни на секунду нету его рефлексии, мысли, кто она, что она. Мы все видели, только объективно изложено языком камеры. Вот. Камера, как рассказчик. И он говорит, вот, дорогие друзья, есть ли у вас вопросы? Она, ну, кстати, ну, да, и они все молчат. Может, кстати, скучно было, а может, потому что поражены. Ну, нет вопросов. И тут такая одна рука. И он, конечно. И она встает, дынс, и так далее. Вопрос. История, таким образом, рассказанная, что-то потеряла, есть положение вещей. Пришел лектор, говорящий о любви, про которого мы знаем, что он поверхностно живет этими идеями, а не глубоко, и которого в конце почему-то убивают. Нет истории. Это завязка. Завязка может быть. Это трейлер какой-то, это тизер, но это не история. Здесь нет истории. Вопрос не в этом сейчас. Вопрос не в этом сейчас. Он не происходит ни шею. Что-то войдите. Если история нет, то она не потеряла ничего. У меня есть вещи, что это там. Нужно и всех ранить. Нужно как-то чередовать его лекцию с лицом девушки. Может, приближается или же. Нет, это мы можем. Это кольцо. Он не знаю, с ней или когда он ее видит. Но что-то же должно произойти. Я думаю, что мы входим в зону вкусов, потому что на вкус одного человека нужна, например, вот такая детализация. На вкус, например, мой, но если бы я подумал над этим подольше, естественно, я бы оставил просто фактологию. То есть, вот есть человек, про который мы понимаем, ситуацию, которую мы понимаем, которые мы, ну да, вот так видим, и есть финальный такой поступок. Кто она там была, там одна из женщин, которых он обманул и бросил, или какая-то акционистка-террористка, которая пришла на лекцию о любви, чтобы убить. То есть, я бы оставил это все на том уровне конкретности или неконкретности, который бы вот эту гремучую смесь напряжения темы и ее разрешения через поступок противоположной теме, через убийство, да, а не любви, сделал бы. И тогда бы для меня это произведение, ну, если оно в остальном сделано со вкусом, классно и хорошо по диалогу, вообще, вот, хорошо, то чисто фабульно для меня это было бы хорошо. То есть, если бы я бы получил большую конкретизацию, и это бы у меня увело, ну, куда, то есть, на мой вкус, но это вопрос вкуса такого, ну, кому, кому, как интересно. я думаю, что то, что высказано за счет объективного изложения истории, шел, прочитал о любви, его убили, но при том, что мы видим, что атмосфера этой любви лживая, его личная и, может быть, в мире, в котором он живет, ну, вокруг, что о ней все говорят, а ее особо нет, то для меня бы вот такого развития событий из-за тем этого поступка было бы очень достаточно, чтобы это было произведением, ну, в данном случае, кино. Но я сейчас, мы не обсуждаем фабульные варианты, потому что я сейчас пытаюсь просто, мы говорим о языке кино, об обмене валют, поменять прозаические деньги на киношные. То есть я, например, сейчас сказал о том, что, как мне кажется, что вообще бы я бы выкинул тему его мыслей и его субъективных мыслей, что это от его лица происходит и сделал бы изложение истории объективным и ну, и сделал бы его одним из, а не неким таким изнутри которого все происходит. Но это такой маленький пример, который чуть-чуть а извините, а по поводу введения дополнительных вещей, ну вот мы, во-первых, ввели сцены в начале, которые рисуют психологический портрет, который заменяет его мысли, которые потом в силу невозможности их показать на экране, мы их туда даем. Да. Может быть, поскольку поскольку субъективно когда мы субъективно ведем рассказ, то вы знаете, вот у меня эта проблема была сейчас в фильме, который я сейчас закончил, который еще никто, ну, видел, понятно, кто это, но он не был, не было публичной премьеры, он выйдет, ну, возможно, он на фестивалях появится раньше, а так осенью, будет называться, у него экстравагантное название, называется «Слоны могут играть в футбол», вот так будет называться. но там есть главный герой и я столкнулся с очень интересной драматургической проблемкой, я, мир этого фильма, это мир главного героя и то, что он видит, то и мы видим, соответственно, если он куда-то куда-то пришел, вот мы в этой ситуации, не в смысле, что мы его глазами камеры видят, мы этот герой видим со стороны, но я имею в виду то, что вот он здесь есть и мы здесь есть, и я, когда понял, что мне нужно показать немножечко каких-то героев без него, ну, например, а в это время там кто-то курит в коридоре или пока он здесь, два человека разговаривают на другом конце города, ну, как в нормальном кино. И я понял, что это убьет фильм, потому что замена мыслям человека, который в прозе есть, который мы пишем, что вот он думал т.д. Ну, то есть субъективное изложение истории Фрозер, в кино я понял, что я этого смогу добиться, как только, ну, грубо говоря, как только я сделаю эпизод без него, я, у меня уйдет кино о внутреннем закрытом мире человеком, потому что если я показываю эпизод, где его нет, это значит, ну, это не его глазами, это значит, что он, что это он такой же, но объективно показываемый, как и другие герои, и я выдержал, и мне это было жутко неудобно, потому что, ну, уже невозможно его видеть в каждом эпизоде, и потому что иногда для развития истории надо показать, что в этот момент в другом месте что-то произошло, но я выдержал этот момент, потому что у меня было важно создать психологическое кино про мир, ну, того, что в голове одного человека делается, как он воспринимает мир, и поэтому я исключил оттуда все эпизоды, где его нет, там нет ни одного эпизода, где его нет, таким, и таким образом, надеюсь, мне удалось добиться эффекта, что мы как бы смотрим и слышим, ну, все, что мы видим, это мысли героя, но это такой хитрый ход, который был придуман, но вот конкретно для данного фильма, и я говорю к тому, что если этот лектор пришел, вот, мы видим, он проснулся, он пошел, он поехал, отдельная тема, как, например, если мы перед тем, как он вышел из метро, идет по улице, показали, как люди его ждут, да, например, та же девушка, вот они стоят в предбаннике, что-то обсуждают, там, предыдущего лектора, еще чего-то, еще чего-то, он заходит и так далее, и просто я бы обратил особое внимание, я не говорю, что это нужно или не нужно, я просто хочу обратить внимание, что в подобной структуре это может играть, ну, на вас или против вас, что если вы заинтересованы в том, чтобы показывать человека со стороны, но сделать его главным героем, и вроде бы показывая со стороны транслировать его мысли, то малейшая перебивка, что а в этот момент где-то, а в этот момент девушки его ждут, и говорят, а, я предыдущий лектор, был красивый, то это вот может нарушить субъективное или объективное изложение. у меня есть другая мысль, что судя по некоторым флюидам, организаторы хотят нам сказать, что пора заканчивать, и если это так, то скажите, да, ночевать в галерии мы точно. Да, и давайте я в течение минутки резюмирую, я надеюсь, что я чуть-чуть коснулся таких штук, чтобы это хоть как-то было конкретным, потому что разговаривать об искусстве вообще и так далее, оно, но непрактично. И я попробовал сначала общим монологом, потом на предмете вот этого рассказика поднять те вопросы, о которых просто я задумываюсь, в принципе задумываюсь, и если какие-то из этих пунктиков вы на них обратили внимание, и это поможет в конкретной работе, то слава богу. Хочется поблагодарить организаторов праздничного фестиваля, который продлится еще несколько дней, да, и вам сказать большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...